Добрый день, уважаемые коллеги! Анна Дмитриевна очень облегчила мою работу, потому что рассказала и о стрессе, и рассказала, какие препараты можно применять в данной ситуации. Но, тем не менее. Итак, 21 век — это время стрессов и перегрузок человечества, преимущественных психических. И мы оказываемся в такой ситуации. Тревожный человек в тревожном мире. Психосоматические нарушения способствуют возникновению ряда заболеваний, в частности, артериальной гипертензии, о которой сегодня больше пойдет речь. Ну и эпидемиология. Распространенность этих расстройств у нас в Украине. Они встречаются у 71% больных соматическими заболеваниями. За последние 10 лет возросли на 15%, но это до 2014 года. Дальше. Психосоматические расстройства в общей популяции встречаются от 15% до 50%. И у 37% больных первичной медицинской практики. Характеризуется клинической гетерогенностью, коморбидностью, с депрессивной, ипохондрической и соматоформной симптоматикой. Ну и вот одни из последних данных. Это данные на март 2015 года. Посмотрите, Восточная Украина, конфликт. И какое количество населения задействовано, свыше 5 миллионов. И это люди уже потенциально с нарушениями и различными проявлениями стрессовых ситуаций. Ну, стресс и болезни. Стресс – это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Стресс сам по себе не делает вас больным, но может увеличить риск возникновения заболеваний. Стресс связан с манифестацией сердечно-сосудистых, психических, эндокринных, иммунных расстройств. Мы все очень хорошо знаем факторы риска, которые вызывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Уже сегодня неоднократно говорилось и о курении, особенность питания, и о возрасте. И о второй эпидемии костно-сосудистых, это сахарным диабетом, наследственности и стресс. Так вот, как же стресс? Оказывается, гиперактивность симпатической нервной системы – это основное звено во взаимодействии факторов риска, способствующих развитию артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Последствия активации симпатической нервной системы. На сердце возникает гипертрофия миокарда, электрическая нестабильность. И у наших пациентов в очень большом проценте случаев возникают различные нарушения ритма, вплоть до фатальных. Дальше, воздействие на сосуды. Мы знаем, что дисфункция эндотелия лежит в основе, это как бы первичное звено развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушается микроциркуляция у пациентов. И, кроме того, воздействие активации симпатической нервной системы на сосуды ведет к развитию артериальной гипертензии. Дальше, гиперактивность симпатической нервной системы влияет и на почки. Опять-таки, возникает артериальная гипертензия. На более ранних этапах возникают различные нарушения гистепидемии. И это ведет к более раннему проявлению явления атеросклероза. Дальше, сегодня уже тоже много говорилось о бенцелинной дезистентности, которая в дальнейшем может перейти в развитие сахарного диабета. И вот еще одно. Гиперактивация симпатической нервной системы воздействует на активацию тромбоцитов. И в дальнейшем способствует развитию различных тромбозов разных локализаций. Роль активации симпатической нервной системы в сердечно-сосудистом континууме очень значима. И она распространяется на всех этапах этого континуума. Начиная от факторов риска, развития артериальной гипертензии, переходит в неосложненную артериальную гипертензию. И именно симпатия адреналовая нервная система является одним из факторов поражения органов и мишени у наших пациентов. И, конечно же, тоже большое значение имеет уже на конечных, последних этапах, когда возникает осложнение артериальной гипертензии в сердечно-сосудистых событиях в терминальной стадии. Если мы рассмотрим артериальную гипертензию с позиции симпатической активации, то мы увидим, что симпатическая гиперактивация как детерминатор 24-часового профиля и вариабельности артериального давления. Симпатическая активация непосредственно влияет на вариабельность 24-часового суточного артериального давления, особенно в дневное время суток. В настоящее время мы знаем, что вариабельность артериального давления является одной из смешений наших терапевтических вмешательств. Адреналовая активность влияет на степень снижения давления в 4 часы. У большинства здоровых людей в ночное время происходит снижение артериального давления на 10-20% по сравнению с дневными показателями. То есть это люди, которые относятся к так называемому типу диперов. Более высокая симпатическая активность приводит к меньшему снижению давления ночью. И вот таким вот образом у наших пациентов с артериальной гипертензией возникает тип привод, который характеризуется как нон-дипер. Нет нормального ночного снижения. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний тоже зависит от того, к какому типу кривых относятся наши пациенты. И вот мы видим, что действительно риск развития сердечно-сосудистых осложнений значительно выше у пациентов с артериальной гипертензией и нон-диперов. Дальше. Увеличение активности симпатической нервной системы может быть и триггером внезапных сердечно-сосудистых событий. Почему? Потому что в период между 7 и 9 часами утра обычно повышается активность симпатической нервной системы. Ночью, как мы все знаем, это царство Бабуса, парасимпатической нервной системы. При пробуждении происходит переключение на симпатическую нервную систему. Симпатическая активность в различных органах может быть триггером внезапной кардиальной эсперти. Повышение активности симпатической нервной системы связанных с этим спазмом коронарных сосудов приводит к дестабилизации атеросклеротической пляшки и развитию острой коронарной окклюзии. Примерно треть случаев внезапной смерти наших пациентов в эти самые неблагоприятные периоды времени. Дальше. Повышение активности симпатической нервной системы способствует электрической нестабильности миокарды и таким образом развитию аритмии. Риск внезапной кардиальной смерти на 70% выше именно в этот период по сравнению с другим временем суток. Вот почему мы должны делать все возможное, чтобы защитить наших пациентов от возникновения вот этих всех неблагоприятных явлений пред утренние часы. Поэтому и надо выбирать препараты, которые будут контролировать уровень артериального давления в неблагоприятных периодах. Ну и вопрос, а что же нам может помочь в данной ситуации? Вы знаете, было проведено в Украине эпидемиологическое исследование, которое показало, что, конечно же, одно из основных вмешательств – это влияние воздействия на факторы листа. Но, к сожалению, наши пациенты только в 15% случаев прислушиваются к нашим советам, меняют образ жизни, модифицируют его и так далее. Поэтому, что у нас остается с вами? Конечно, медикаментозная терапия. Такие классы антигипертензивных препаратов в основном мы используем. Да, этот золотой наш фонд – 5 антигипертензивных препаратов, диуретики, ингиби-терапер, сортами, антагонисты кальция и бета-адреноблокаторы. Но в руководстве Европейского общества по борьбе с артериальной гипертензией в 2011 году появляется, там, где вопрос раньше был, появляется новый класс препаратов. Но это новый, я говорю, только в отношении того, что он появился, потому что эти препараты были давно известны препаратами центрального действия. И вот, посмотрите, препараты центрального действия и бета-адреноблокаторы альфа-адренорецептора являются также эффективными антигипертензивными препаратами. В настоящее время эти препараты чаще всего используются в различных комбинациях с другими препаратами. А мы знаем, что пациенты с гиперсимпатикотомией, пациенты с артериальной гипертензией высокого, очень высокого риска, это очень тяжелые пациенты, которые с очень большим трудом мы можем добиться снижения артериального давления до необходимого целевого уровня. Поэтому с самого начала, на первых этапах у нас должна идти комбинированная антигипертензивная терапия. И вот таким препаратом может явиться максонидин. Антигипертензивный препарат с центральным механизмом действия. Селективно стимулирует и метазолидовые рецепторы в стволе головного мозга. И вот таким вот образом он является очень хорошим антигипертензивным препаратом. Действие направлено. Снижает тонус симпатической нервной системы. Мы видим у наших пациентов повышение этого тонуса. Дальше он снижает уровень катехоламина в крови и угнетает активный современный антигипертензин альдостеронной системы. Центральные симпатолитики препараты не новые. Мы давно очень знали об этих препаратах. Все мы помним альфа-метилдофу, куланидин, куфелин, геметон и так далее. Это те препараты, которые в настоящее время мы не используем для хронического лечения артериальной гипертензии. Эти препараты у нас остались как споропомощные. Только для пакирования кризисов. Почему? Несмотря на то, что они очень хорошо снижают уровень артериального давления, это снижение очень кратковременное. 4, максимум 6 часов. Но самое главное, что это препараты, которые обладают очень большим негативом. Вызывают иссохость во рту, ассетативные эффекты, импотенцию и так далее. Поэтому и пациенты не очень любили эти препараты. Это и нам, в принципе, не очень нравилось, потому что они ухудшают качество жизни нашим пациентам. Несколько лет мы появились сравнительно новые препараты. Исследователи решили, есть хороший класс препаратов. Хорошо снижает артериальное давление. Так может быть, оставить этот класс, но убрать тот негатив, который как шлейф идет со старыми препаратами. И вот таким вот образом появился селективный центральный агонист, максонидин, который влияет только на имидазолиновые рецепторы. То есть, при хорошем снижении уровня артериального давления, нет тех побочных эффектов, которые были присущи его собратьям более древней генерации. Уже показывали сегодня этот слайд. Да, действительно, максонидин влияет на несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это и на гипертензию, хорошо снижает артериальное давление. Он подавляет и коррективность симпатической нервной системы, о которой мы сегодня много говорили. И он влияет еще на инсулино-резистентность, благоприятное влияние и на этот показатель. Ну и в частности, сколько бы я не говорила, что препарат очень хороший, но всегда все равно он доказывает. Тем более мы переживаем меру доказательной медицины. Так вот, в одной из работ было показано, что максонидин у больных с гипертрофией левого желудочка вызывает ее обратное развитие, регресс. То есть, обладает картиопротективным эффектом. Дальше. Максонидин обладает нефропротекторным эффектом. Он замедляет темпы снижения функций почек. А опять-таки, буквально на начальных этапах развития артериальной гипертензии в патологический процесс вовлекается функция почек. Поэтому нам надо предупредить это повреждение, а если оно возникло, то приостановить его развитие. Максонидин улучшает чувствительность ткани к инсулину. У пациентов с артериальной гипертензией и инсулино-резистентностью сегодня тоже очень много было докладов как раз на эту тему гиперинсулино-резистентность, и сахарный диабет, метаболический синдром и так далее. Дальше. Максонидин улучшает гликемический контроль у пациентов с артериальной гипертензией и избыточной массы тела. Поэтому это тоже очень положительный момент, так как нормализуя импульс чувствительности к инсулину, максонидин может предупреждать развитие сахарного диабета и тем самым уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть у нас не происходит замены одного фактора риска на другой. Как это было со старыми диуретиками, старыми бета-адреноблокаторами, которые хорошо снижали уровень артериального давления с одной стороны, а с другой стороны вызывали невыгодоприятные метаболические издвиги в отношении углеводов и липидов и так далее. То есть замена одного фактора риска на другой. Максонидин – это хорошая игру и при комбинационной терапии. В частности, он эффективно снижает давление при добавлении к различным препаратам. В частности, дополнительное снижение систолического давления на 23 мм произошло, диастолическое давление почти на 13 мм. при такой комбинации. Ну и эффективность ваксонидинов комбинированной терапии тоже очень высока. Вы же знаете, приверженность наших пациентов и в каком проценте случаев мы достигаем целевого уровня у наших пациентов. Так вот, как раз нам оценивление. 63% пациентов достигли целевого уровня систолического артериального давления. 86% пациентов достигли целевого уровня диастолического артериального давления. Ну и максонидин можно встречать в комбинации с другими антигипертензивными препаратами, о которых мы говорили. В частности, и с диуретиками, и с блокаторами рецепторов ангиодензина-2, антагонистами, кальциями, битрами и так далее. Можно и с бета-греноблокаторами, но здесь все-таки необходима осторожность. Какие все-таки клинические ситуации, требующие цель, вернее, при каких ситуациях наиболее целесообразно назначение ангонистами медизолиновых рецепторов? Это, если у пациента есть сахарный диабет, если у пациента есть метаболический синдром, инсулино-резистивность. Артериальная гипертензия с симпато-адреналовыми призами, особенно в начале становления заболевания. Есть ли артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек? Дальше, женщины в послевоторическом периоде, потому что именно у женщин в этот период более чем в 4 раза повышена симпато-адреналовая активность. Это пациенты могут быть любого возраста, и молодой возраст, и пожилой возраст. Дальше, если нам необходимо назначить бета-адреналовый катор пациенту, но есть какие-либо противопоказания, то вот как раз препаратами выбора при абстрактивных децепт-боливаниях легких или бронхиальной астмы как раз и могут явиться агонисты и медизолиновых рецепторов. Применение этих агонистов и медизолиновых рецепторов или центральных симпатолитиков это необходимый компонент основного лечения очень большого количества наших пациентов. Сегодня уже упоминали препарат Максогама. Максогама это препарат, который разработан, вернее он не разработан, выпускается фирма ее Фэкфарма в Германии. Очень удобное дозирование 0,2, 0,3, 0,4, не надо дробить таблетку, делить ее и так далее. Что очень удобно для Максогаммы. Эффективная доза 0,3 мг, 1-2 раза в день, максимум 0,6 применение. Здесь нет синдрома отмены, то, что присуще и другим центральным симпатолитикам, калфурину в частности или бета-дреноблокаторам, и нет эффекта устальзания. И еще одно. Симпатогреналовая гиперактивность может вызывать у наших пациентов большое количество и нарушений ритма сердца. Наиболее часто это встречается в экстрасистолической аритмии. До 15% больных могут иметь экстрасистолическую аритмию. В развитии аритмии нарушения обмена магния, кальция, калия, натрия играют важную роль. А стабилизация их величин в пределах нормы – это основное условие восстановления синусового ритма и его удержания, в том числе и при остром коронарном синдроме. Потому что можно дать большое количество антиаритнических препаратов. Но если мы не нормализуем магниевый, калевый обмен и так далее, то эффективность нашей терапии будет не высока. На нашем рынке есть большое количество препаратов, которые содержат магнии. Это магния лактар, передоксин, магния спаргинат, калия спаргинат. И есть магния ротовой кислоты, ародак магния. Чем же они все-таки отличаются? Первое. То, что их объединяет. Они способствуют всасыванию магния в желудке. Все препараты способствуют проникновению магния в клетку. Тоже все. Но на этом их, так сказать, общие черты и заканчиваются. И появляются различия. Первое. Фиксация магния в клетке на ТЭФ и проявление его действия присуща только магниевому за счет того, что в состав входит ародовая кислота. Кроме того, опять-таки, благодаря наличию ародовой кислоты препарат имеет анаболический эффект, поэтому очень часто применяется спортсменами. Положительное влияние на сократительно способность сердца, опять-таки, благодаря и ародовой кислоты магнию. И отсутствие риска развития гиперкалиемии. И то, что, опять-таки, немаловажно для наших пациентов. Нет необходимости лабораторного контроля у пациентов с высоким риском гиперкалиемии. Приведу ряд работ, которые доказывают эффективность препарата. Вот снижалась потребность в антиаритмиках у больных, которым было проведено ортокоронарное шунтирование. Правда, это тяжелые пациенты. Если уже проводилось ортокоронарное шунтирование, то это действительно 3-4 детопункциональные кассы. И вот посмотрите, группа больных, которым дополнительно был назначен магниевод, у них достоверно снизилась потребность в антиаритмиках. По сравнению с группой, которая не принимала этот препарат. Дальше. Лечение желудочковых экстрасистолий у больных с пролапсометрального клапана. Опять-таки, количество эпизодов тахикардии почти в половине случаев уменьшилось. 40% продолжительность интервала КУТЭ и количество желудочковых экстрасистолий уменьшилось. Опять-таки, это очень благоприятный эффект, потому что очень часто антиаритмики, особенно первого класса, вызывают, влияют, вернее, на продолжительность интервала КУТЭ. Здесь этого нет. Ну и можно сделать вывод, что это лечение дефицита магния и не только. Действие медикаментов усиливается, можно уменьшить дозу препаратов. Противогипертензивных, противоэтмических, нитратов, бета-блокаторов, антагонистов, кальция. Это не значит, что это препарат панацея при всех видах, дорожении ритма сердца или, в частности, при артериальной гипертензии. Нет. Но со временем дозы антигипертензивных частностей препаратов можно уменьшить. Ну и схема приема. Принимается то, что очень любят наши пациенты. Когда приходят на прием, спрашивают, а как долго принимать? Так вот, как раз магнирот – это тот препарат, который требует курсового приема, курсового назначения в течение месяца. Первая неделя. По две таблетки три раза в день. Оставшиеся три недели по одной таблетке три раза в день. Но этот препарат очень хорош при ночных судорогах мышц голени. Но если это в ночное время выслидают эти судороги, то зачем принимать в течение дня препарат? Поэтому две две таблетки перед сном. С очень хорошим эффектом. Ну вот, например, вот опять-таки это фирма Вёрфа Фарма Германия. Таблетки по 500 мг. Апниоратата. Ну и хочу закончить выступление. Цитаты согласно Гансу Гуга Бронов Селье. Стресс – это аромат и вкус жизни. И избежать его может лишь тот, кто ничего не делает. Мы не должны, да и не в состоянии избегать стресса. Полная свобода от стресса означает его смерть. Поэтому я хочу пожелать, чтобы вы управляли стрессом, который встречается на нашем пути. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо.